Микс Ньюз Утро на Болткоме А у нас продолжается утро на Болткоме и такое культурное, я бы сказал, утро, потому что вот сразу же после Андриса Кейшса и Яниса Скоттолиса, как мы говорили в прошлом части, про новый фильм «Кино и мы», мы сейчас окунемся в мир музыки, и у нас в студии пианистка, исполнительница Катрина Гупполова. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы поговорим обязательно и про песню Раймонда Пауэллса «Листья жёлтые», который вот сейчас появился клип, и перепета очень необычной аранжировки эта композиция, но, может быть, хотелось начать разговор с того, действительно, насколько вот этот год был, насколько тяжёлый, я знаю, что были у вас, ну, огромные планы, то есть и гастроли, и выступлений, и вот что чувствует, наверное, артист, когда вдруг всё это начинает рушиться, когда вмешиваются какие-то, ну, непредвиденные обстоятельства, непреодолимые силы, как говорят юристы обычно. Да. Ну, конечно, это ужасно, но что уже дальше делает артист, это уже в руках самого артиста. Мы с Андреем Осокиным достаточно быстро поняли, что надо что-то думать, как-то приспосабляться, искать какие-то новые пути. В принципе, честно говоря, вот несколько первых недель, когда это всё началось, действительно, у нас было время наконец-то выспаться, наконец-то поехать погулять в лес и вздохнуть, но потом мы очень быстро начали крутить это колесо вперёд, и так мы его крутим до сих пор. Но посмотрим, что сейчас будет. Не очень солнечная вся эта ситуация, но, тем не менее, я думаю, что искусство должно, особенно музыка, находить какие-то способы прийти к своему слушателю, потому что ничего не может заменить реальных концертов, даже если это, как это вначале было, только 20 людям в аудитории, потом 70 человек, казалось, вау, стадион. Но сейчас пока что сотни людей могут слушать, но что дальше будет, не знаю. Но что интересно, что люди всё-таки ходят, им не хватает одним Spotify или YouTube, они не боятся, конечно, в масках всё происходит, но да. Вот это ощущение всё-таки, действительно, выступать перед 20 людьми, насколько это, во-первых, экономически выгодно. То есть я понимаю, что ведь это расходы и на аренду помещений, и, собственно, гонорар артистов, и там даже просто свет, я не знаю, свет отопления, если это зимой, то есть это всё тоже деньги. Вот насколько это сложно? Конечно, это финансово невыгодно, но сейчас такое время. У всех финансово какие-то новые сложности, нужно приспособляться, но, с другой стороны, людям очень нравится, потому что получается, что это такой супер-вип-концерт, и все сидят как в первом ряду, и все могут тебя увидеть так близко, почувствовать так близко твою энергию, как никогда раньше. Так что слушатели, зрители, в кайф! Каким образом, вот, собственно, с Андреем Асокином, закончив Лондонскую Королевскую музыкальную академию, вот вы внезапно вступили в область, может быть, такой популярной музыки, и как исполнительница, вот насколько это было вызовом, или наоборот? Ну, моя судьба сложилась так, что я начала как классический пианист, и школа, высшая школа и так далее, и так далее, в Америке тоже какое-то время училась, но параллельно этому всю жизнь я обучалась вокалу, при том в очень разных жанрах. И после Лондона, после Америки, как раз был тот год, когда у Эдит Пиаф было столетие. Мы сделали с Андреем первый наш совместный спектакль, музыкальный спектакль «Сто лет с Эдит Пиаф». И это так хорошо пошло, что я как-то даже, нельзя сказать, что я решила, но просто оно пошло. Я поняла, что людям надо то, что я делаю. В 2018 году я написала первую песню, тоже поняла, что это интересно и нужно, и так оно развивается всё дальше и глубже в популярную музыку. Но, конечно, эти стоки классической музыки, особенно в том, что я делаю сейчас, то есть создаю свои аранжировки, и на концертах я исполняю музыку, и я пою и сама сопровождаю себя на рояле. Конечно, это даёт очень большую базу и возможность развернуться. Но получается, что здесь нет какой-то такой вот границы. Вот здесь это академическая музыка, здесь вот популярная музыка. Потому что, ну, если взять просто историю, историю культуры, ведь во времена, условно говоря, Моцарта его произведения считали попсой вообще-то. Ну, то есть там так и получается, что такого жёсткого разделения границ нет. Я думаю, да, особенно сейчас, ведь, в принципе, джазовая музыка тоже, которая раньше была совсем не классическая, сейчас она настолько канонизирована, и там столько разных всех, значит, как надо и как не надо, что она, в принципе, как современная классическая музыка. И иногда очень сложно определить это, современная джазовая или современная классическая музыка. А для зрителя, вот, который приходит на концерты, что, ну, не получается ли вот когда такое вот смешение, может быть, жанров, это плюс или минус? То есть, с одной стороны, он идёт как будто бы на концерт классической музыки, ну, вот, есть люди, которые, ну, считают, что вот они ходят на концерт классической музыки, а кто-то приходит развлекаться на популярную. Если это смешивать, вот насколько это привлекает людей? Ну, это и одним, и другим, другой категории людей, они получают что-то новое, что-то неожиданное, и, ну, обычно все уходят очень радостно. Да. Вот сейчас вот в наше время действительно вот с этими ограничениями, с концертами удается же вам проводить и фестивали вместе, там, с Андреем Асокином, в том числе вот Энкорфест прошёл. Вот каким образом, что это вот, каких усилий требует, и насколько это всё это рискованные мероприятия? Ну, это всегда очень интересно, потому что ты до последнего момента не знаешь, будет ли это или не будет. Сейчас у нас тоже один очень красивый проект в сотрудничестве с гостиницей Grand Hotel Кемпинский Рига. Мы вместе решили, что надо, надо держаться вместе, чтобы было легче, интереснее, и мы создали такой цикл концертов. Первый концерт, сольный концерт Андрея Асокина уже отзвучал. Сейчас 20 ноября будет мой сольный концерт, и 12 декабря мы вместе. Идея тоже такая очень салонная, всего 20-30 человек, конечно, все дистанции, всё по правилам. И это возможность, название цикла путешествия, и это возможность людям, которые хотели бы сейчас поехать в путешествие, но не могут, вот такую альтернативу предложить. Потому что сначала наш концерт, потом возможность, значит, ужина, там шеф-повар очень хороший, лауреат больших призов, потом возможность остаться на ночь. И в следующий день, если ещё недостаточно, посетить огромный СПА-комплекс. Так что такие новые пути, чтобы как-то вместе эти индустрии держались и всё-таки не пропадали. Да, потому что, наверное, артисты в категории также пострадавших вместе с ресторанами и гостиницами, наверное, это такие самые, ну и туристическим вообще бизнесом. То есть это вот, и приходившийся сюда, вот Андрей Скейдж тоже, он как раз-таки говорил о том, насколько было сложно пережить это время, этот год. Но вот это то, что заставляет всё время придумывать что-то новое, это может быть даже плюсом, да, получается? Я думаю, что да. Я думаю, что, конечно же, мир, мир искусства будет совсем другой. Потому что ясно, что пандемия, она не на несколько месяцев, не на полгода, она дольше будет. Мы не знаем, насколько, но ясно, что дольше. И ясно, что это достаточно длинное время, чтобы после этого всё поменялось. И это уже зависит от нас самих, в какую сторону она поменяется. Но получается, что в этой ситуации артист, который более гибкий, более даже, ну, который может менять и жанр, и выступать и как классический, и как исполнитель популярной музыки, у него больше, скажем, возможностей, он более такой флексибл. Ну, я думаю, что не в этом дело, я думаю, что дело в желании. В желании найти какой-то путь, все-таки, к своему слушателю и ощутить вот этот вот настоящий момент вместе. А зритель, всё-таки вот не боитесь того, что зритель, ну, вот отвыкнет посещать концерт, потому что, если вспомнить, сколько мероприятий было в прошлом году, буквально год назад, каждый день происходило, ну, как несколько концертов, в том числе и академической, классической музыки. А сейчас понятно, что это всё как-то вот поставлено на паузу, вот люди не отвыкнуты ли? Ну, я думаю, что нет, потому что, может, наоборот, даже люди соскучились очень сильно, мы это чувствуем по продажам билетов. И когда была возможность уже живым концертам, не только видеотрансляциям, тоже очень много концертов одновременно происходили, и летом тоже была такая изобилие, просто все искали новый какой-то способ, особенно сейчас так развился такой акустический концерт. Оказалось, что все большие артисты умеют играть на гитаре или на фортепиано. И тоже одно очень интересное место, такой феномен. В Лигатно есть такой тоже комплекс с концертным залом из гостиницы «Заид». Там раньше фабрика касок была. И если во всей индустрии все пошло вниз, то у них как раз, наоборот, все расцвело, потому что они были к этому готовы, и у них именно вот такие камерные концерты, очень это их было дело. И к ним начали приезжать все большие латвийские звезды с акустическими программами. — Понятно. Но я так понял из разговора, что трансляции, скажем, это все-таки не тот путь, в котором у вас лежит сердце. — Ну, все-таки нет. — Потому что очень многие действительно стали выступать, именно транслируя свои концерты в интернете. И если это было, ну, в первый момент там все бросились их смотреть, то, ну, я не скажу, что это пересыщение, но все-таки это, вот есть какая-то очень сильная разница, понятно, когда мы видим на экране компьютера артиста и когда он вживую выступает перед тобой. — Конечно, конечно. И это очень сильно и определяет самого музыканта, как он одно дело записать там альбом, записать клип, сделать, снять и так далее, но как он себя ведет с живой публикой, как он разговаривает, как у них там вместе. Энергия рождается, это совсем другое дело. — Но тем не менее, вот записанный клип, в частности, вот на песню Раймонда Пауэлса «Листья желтая», это такой действительно, ну, как рассказ, мне показалось даже какой-то вот такой вот маленький фильм получился. Вот почему эта песня, почему такая необычная, неожиданная аранжировка ее, которую мы знаем больше, как такую вроде бы бравурную, мы даже вот иногда не задумываемся, я вдруг, слушая именно вот вашу версию, я вдруг задумался над текстом, потому что всегда вот я его напевал, даже иногда не вдумываясь в смысл. И тут вдруг я впервые вот как бы понял какие-то вещи, которые раньше не обращал внимания. — Да, захотелось сделать такую версию, именно чтобы как-то раскрыть то, что в тексте, ведь обычно эту песню «Листья желтые» поют так «Ух!» — Ну да. — Да, и вроде бы как бы все весело и хорошо, а песня-то про смерть. И хотелось как-то в это странное время, в которое мы живем, обратить внимание на то, что может быть вот все не так. Ну и к тому же нужна какая-то песня, знаете как, можно все время держаться позитивным и верить в добро, и это все нужно, и только так мы можем вообще смотреть в будущее. Но в какой-то момент нужно выпустить пар. И вот я хотела с этой песней дать возможность слушателям тоже на такую пару минут уйти в себя, уйти вот в такое немножко даже агрессивное, мрачное состояние, чтобы потом из него выйти и нормальным образом вернуться в социум. — А кто придумал вот эту аранжировку? — Аранжировку, идею придумала я, и ее воплотил очень замечательный, талантливый продюсер Александр Волк. — А сама вот идея клипа, вот где это снималось и при каких условиях? — Это было очень интересно. Был, значит, наряд, был мейкап, все, операторы, менеджеры, все, фотограф, сели в машину, едем, ну куда едем? В Сигулду едем. Конечно же, если хочется найти осень, ее надо искать в Сигулде. Приехали в Сигулду, нету осени. Листья зеленые, нету ни желтых, ни красных, все такой, туман какой-то, как-то все не так. Едем в одно место, в другое, понимаем, что, скорее всего, не снимем, ничего не получится. Но решили как-то вот поехать, поехать по полям, по лесам, прямо вот так интуитивно, менеджер мой за рулем, говорю, нет, слушай, я чувствую, что давай еще немножко вперед, ну давай. И мы приезжаем в такое место возле одного дома, просто как в сказке. Значит, там эти деревья, красно-желтые, еще большая такая стена из этих огромных камней, и все реально как нарисовано для клипа. И еще вдобавок к этому качели, которые придали такое, изюминку для начала клипа. Удалось договориться с владельцами, чтобы там все снимать? Да, да, нас пустили, пустили, очень и так благожелательно, и в конце даже владелица дома сама спела один припев песни. Так что очень благодарна ей. Насколько автор песни в курсе вот этой версии, я имею в виду Раймонда Валдомаровича, Пауза. Да, мы с ним встречались до публикации песни. Мне было очень важно, чтобы он дал свое добро, потому что все-таки версия сильно отличается от оригинала. И там такая интересная история, что я накануне думала, ну не может же быть такого, что мне придется петь. Обычно ты просто даешь наушники, и композитор слушает, и говорит, смочит, не смочит. А тут, да, я пошла к Раймонду Паузу, не распетая, не готовая, пришла и понимаю, что рояль, и понимаю, что надо будет петь. Так что я ему, кроме этой песни, исполнила еще несколько. Мы познакомились, поговорили гораздо-гораздо больше, чем только об этой песне, о музыке, о жизни. И это такая встреча, которая, наверное, останется со мной очень-очень долго. Вот если взять фигуру действительно Раймонда Пауза для латвийской музыки, то, что, ну, может быть, мы воспринимаем его как автора каких-то шлягеров, но ведь наверняка, я думаю, что в историю он останется и как автор просто огромного количества музыки, которая гораздо шире, чем популярные песни, которые известны буквально каждому. Да, конечно, конечно, его талант раскрывается очень-очень по-разному, если поискать какие-то менее известные композиции, там тоже очень много таких сокровищ. А насколько вообще вот эта идея взять именно эту песню была вот, ну, не знаю, навеяна именно вот этой обстановкой, этой коронавирусной, или просто приближением осени, потому что вот кажется, что ведь действительно песня, она, если вдуматься скорее вот о каком-то жизненном финале, о каких-то таких вот, может быть, ну, предчувствия вот чего-то уходящего, вы просто настолько молоды, красивы, то есть кажется, что это такая вот песня, которую, может быть, люди поют уже там ближе вот к пройдя золотую середину жизни. Ну, это темы, у которых, наверное, задумываются все-таки все в той или иной мере, в разном возрасте, и в разном возрасте по-разному смотрят на эту тему. Наверное, идея именно эту песню записать где-то, где-то внутренний голос какой-то вылез и сказал «надо», потому что у Раймонда Пауса, у маэстро очень много, очень красивых хитовых песен именно про осень, как ни странно. И две из них уже были в моем репертуаре, и сейчас получается третья. И все такие драматические, очень драматические. У этой песни два текста, один латышский, другой русский. Вот как вам удалось, ну, то есть вот, был ли момент выбора или вот соединение этих двух текстов? Сначала записала на русском языке, а потом решила, ну, раз есть на русском, надо и на латышском. Почему бы и нет? Вот, и когда записала на латышском, интересная такая вещь, не знаю, поймут ли меня люди не музыки, но мы записали сначала по-латышски, но с таким русским подходом. Потом записали по-латышски с латышским подходом, звучало не так хорошо, и вернулись к такому более, ну, не знаю, что-либо, ну, не агрессивному, но такому резкому немножко, темпераментному более такому, менее светлому. Катрина Гупола в нашей студии, пианистская исполнительница. Я думаю, что сейчас самое время нам попросить звукорежиссера поставить «Листья жёлтый» в очень необычной такой интерпретации. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам на эфир. Спасибо вам. Спасибо за песни. До встречи.